Мы все с надеждой наблюдаем за происходящим в республике под вашим руководством событиями и ожидаем изменения в лучшую сторону. Однако, действие отдельных должностных лифт правоохранительных органов вызывает негодование и возрушение. Применяемые ими незаконные меры по способу подрывают доверие к властям и авторитет государства. 08 февраля 2018 года в городе Дербенте примерно в 16 часов моего сына Шахмедова Аслана Касамбековича, 1981 года рождения, неизвестные лица, предположительные сотрудники отдела по городу Дербенте, УПСБ, Российской Федерации по городу Дербенте, задержали в городе Дербенте и увезли в неизвестном направлении. Вчера после того, как я обратился в полицию, заявлением о похищении моего сына, он несколько раз звонил мне с разных телефонных номеров и сообщил, что Югус выпустили из здания УПСБ и в городе Махачкале, но отвезли в какую-то гостиницу. Как я понимаю, его продолжают незаконно удерживать сотрудников УПСБ и контролируют его переговоры со мной. Вот уже трое суток, как нам, его семье, ничего не известно об основаниях его задержания и местонахождения, в связи с чем к нему не можем попасть. Вчера, приглашенный нами адвокат, мы опасаемся за жизнь и здоровье сына. Если даже он в чем-то виноват, должны же соблюдать его право, мы в праве знать о ее судьбе. К нему должен быть допущен адвокат. Нельзя ведь допускать введение расследования под давлением и с нарушением законов. Неизвестно, что творили сыном, это три дня, под каким показаниям он мог подписаться в условиях незаконной изоляции. Просим срочно остановить этот беспредел, сообщить нам о местонахождении моего сына и обеспечить реализацию его права на защиту. Каждый родитель хочет, чтобы благополучить свой сын, знать местонахождение. Если он виновен, пускай его накажут, если не виновен, пускай к нему пустят адвоката, чтобы он мог с ним общаться. Ровно третий суток мы не знаем о его местонахождении. Да, звонит, но где он, откуда звонит, мы не знаем. Я хотел бы... И адрес не дает ему говорить? Нет, никакого. Разные номера, но я же не знаю, тот меня не пускает родителя, отца. Да, пускай адвокат, пускай, он юридический человек, он знает все, писанину, законы, пускай он общается с ним. Вы до этого обращались куда-нибудь уже письменными заявлениями? Письменными прохожием моего сына обращался. Когда? Вот двое суток, как истекло, это 48 часов, я обратился с заявлением в городе. В городе зарегистрировали мой это заявление, отдали следственникам. Я пошел там, там тоже все зарегистрировали, все нормально. Когда сын вам звонит эти дни, он сообщает, где он находится? Нет, о местонахождении я не знаю. Редактор субтитров А.Семкин